МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 24 октября, понедельник, на часах в Якутске 19.08, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Вы знаете, готовясь к программе, к сегодняшней вспомнил такую одну народную мудрость, когда не за что браться, берись за большую работу. К сожалению, в России, когда не за что браться, иногда берутся за большую бутылку. Сегодня у нас в гостях Матвей Иванович Лыткин. Матвей Иванович, я категорически вас приветствую, как говорится. Руководитель управления госалкогольконтроля Республики Саха, Якутия. Вот народная мудрость-то, она верна, что большая работа, она заменяет, кстати говоря. Она лучшая альтернатива, чем... Ну, если это объединить к проблеме алкоголизации населения, то алкоголизация населения на сегодня один из самых обсуждаемых вопросов. И когда многие спрашивают, вот как мы все знаем, что алкоголь плохо, ну а проблемы ныне и там. Всемирная организация здравоохранения говорит, что Россия одна из самых пьющих стран мира. И по данным Всемирной организации здравоохранения, мы превышаем предельно допустимую норму в два раза. О тенденциях поговорим. О тенденциях все-таки мы затронем эту тему, каковы сейчас они. Вот есть такой миф. Он кем-то очень хорошо поддерживается. Что антиалкогольная политика, осуществляемая в Республике Саха, Якутия, скажем так, малоэффективна. Я так не думаю, на самом деле. Что делается? На чем основывается антиалкогольная политика в Республике? Да, вот всегда сравнивают с тем, что было при Советском Союзе, как проводилась антиалкогольная политика. Даже сравнивают с Америкой, когда там ввели сухой закон, и она ничего хорошего не дала. И даже сравнивают 85-87 год. Но здесь мы должны конкретно для себя определиться. Если мы хотим жить в благополучной республике, если мы хотим жить экономически самостоятельно, если мы хотим, чтобы у нас низкая преступность была, чтобы у нас рождались здоровые дети, чтобы у нас были крепкие семьи, мы должны выбрать политику снижения масштаба употребления алкоголя. Если мы обратное, то если мы тут ничего не сделаем, то будет обратное. Но в Советском Союзе проблем-то замалчивалось. Да. А сейчас нет хода без добра. Некоторые ругаются, что слишком много ватсапов, информационных этих. Но люди сейчас стали больше понимать. Раньше эта информация была как-то более-менее скрытой, правда об алкоголе. А сейчас она стала доступной. Вы имеете в виду влияние алкоголя на... Да, влияние алкоголя на здоровье человека. На мозги, на судьбу, в конце концов. Да, да, да. И общество очень сильно страдает от этого. Общественные вызовы каковы они сейчас? Ну, общественность как реагирует? Общественность реагирует конкретными делами. Например, 85 поселений на сегодняшний день в Республике Саха-Якутия объявили себя зоной полного запрета. Ну, тот самый сухой закон, можно сказать. Самый такой. Когда говорят, когда хотят ругать, говорят, вот сухой закон ничего хорошего не приводит. А все поселения, которые пошли к этому, да, шли к этому, запретили. 85 по всей республике. И везде мы видим положительную динамику. И оно очень такое, даже неподготовленное. Есть поселения, которые более-менее таких работ по профилактике не провели, но просто ограничили конкретно, да. И уже дает положительную динамику. Например, заболеваемость, рождаемость, особенно преступность и тяжкие преступления. Особенно от алкоголя. Везде уже доказано, что самое большое влияние это тяжкие. Ну, и динамика вниз все-таки идет, да? Динамика не только у нас в республике, но по всей России. Я не имею в виду употребление, я имею в виду зависимость тяжких, допустим, тяжких преступлений, тяжелых. У нас исследования в этом отношении были. И если структурно посмотреть, вроде бы, вот, журналисты тоже правы. Где-то, если невооруженным глазом посмотреть, преступность вроде бы увеличилась, да, прошлый год, 15-й. А мы же, там же не учитывая, что какие законы ввели, например, пьяное вождение. С прошлого года. Ну, это да. Да, и 487 пьяных уголовных дел. За повторное правонарушение. Да, да, да. Если его отнять, то уже динамика минус. Это отнесено из административных в УК. Динамика минус. Да. И сейчас будет 16-й год, возможно, будет какие-то вот такие, да, показатели, где-то есть увеличение. Но, смотрите, на улице кризис. Да. Какие-то сложности в жизни. Все равно влияет экономика, да. Безработица влияет и на преступность тоже, да. Поэтому здесь нельзя говорить, что раз мы взяли и за один год все решили. Это очень большая проблема, на которую надо обратить очень... Вот мы поговорим, собственно говоря, об алгоритме правоприменительной практики. Мы вернемся в студию через пару минут. Две минуты рекламы пролетели незаметно. Вновь с вами арена событий. У нас в гостях руководитель управления госалкоголь-контроля Республики Саха-Якутия Матвей Иванович Лыдкин. Матвей Иванович, продолжим, пожалуй. Вот много таких еще, ну, как сказать, реплик, да, что... Давайте прививать культуру питья. Давайте это будут праздники, не знаю, какие-то еще дни рождения. И тогда не будет, собственно говоря, да, алкоголизации. Или будет? В свое время, 60-е, 70-е годы как раз вот прививали культуру питья при Советском Союзе. И что получили? Получили массовую алкоголизацию населения. На самом деле, если глубже посмотреть проблему, да, откуда берутся алкоголики? Кто становится алкоголиком? Например, вот очень простой пример. От не пьющего, не курящего, не употребляющего никаких наркотиков человека алкоголика не получится. Откуда получится алкоголик? Алкоголик получается как раз от культурно-умеренно по праздникам пьющего человека. Самый большой обман нашего населения, нашего народа, это миф о том, что чуть-чуть помогает. Чуть-чуть алкоголя полезно. Сосуды расширяют. Даже, да, врачи советуют, что коньяк помогает в сердечно-сосудистой деятельности. На связке хорошо влияет. Это самый большой обман. И на самом деле, оказывается, вот мировая практика показывает, каждый шестой культурно пьющий человек впоследствии становится алкоголиком. Зависимым от алкоголя. И многие не знают, что они уже зависимы. Они ждут праздников. А к ним уже там стучи, чтобы подходи. Почему антиалкогольная политика при Советском Союзе не обвенчалась успехом? Потому что, по нашим оценкам, она была направлена только на последствия. Человек становится алкоголиком, и вся работа направляется на этого алкоголика. Его надо лечить, его надо содержать, его надо где-то еще обучать, пытаться вернуть их в жизни. Но это очень сложно, очень затратно. А сегодня речь идет по антиалкоголикам. Вот наука с абриологой как раз говорит о том, что надо очень большое внимание уделить профилактике. И кто самый такой приоритетный возрастная зона? Оказывается, это образованная молодежь. Но молодежь, я вот слышал эту цифру статистическую, что за последние 5 лет молодежь стала пить меньше 10 раз, употреблять алкоголь. В итоге СОС-опроса, где обследовали 5 лет назад и сегодня, насколько молодежь реагирует на эту проводимую политику. Если учащихся взять, 10 и 15 года сравнить. В 10 году было неупотребляющих алкоголь было 31%, а сегодня 86%. А студентов было неупотребляющих алкоголь меньше, это 12,5%, а сегодня 61,3%. Вот эти люди, которые через 5 лет придут рулить республикой, бизнес, управление. Те люди, которые придут с познанием. Вот к нам приезжал Игорь Бачинин с Екатеринбурга. Он говорит, если ребенка не научили трезвости, как он будет трезвым? Его не научили. Сегодня родители думают... То есть он знает, что дважды два-четыре. Да, да, да. Ребенок-то учится на дому, все принимает от родителей. Если родители употребляют и по праздникам, культурно, хоть как бы красиво они не оформляли стол, для него вот это вот как раз идет программирование на употребление. Кроме того, о чем мы сейчас с вами говорим, что какие-то, может, административные меры влияют на снижение потребления? Вообще можно административными заборами, запретами решить? Вся мировая практика сегодня строится на том, что методом пресса. С одной стороны, это ограничительные меры, что делается руководством нашей республики. Во-первых, это создано управление. Во-вторых, это достаточно серьезные и ограничительные законы приняты, да, Ильтюмен. Да, ну, конечно. И завтра будут 11 сел присоединиться к 85. Их воля, да. Их станет больше. Да, и 85 последним будет. А, будет 85. А с другой стороны, это информирование. Вот это самое. Карл Георгиевич Башарин разработал даже закон трезвости, да. Он в одно время был выдвинут, но пока он стоит на стадии подготовительной. Сохранять надо наших детей. Вот они же трезвые. Они не нуждаются в алкоголе. Они не нуждаются в никаких наркотических стимулированиях, да. Поэтому их трезвость, прирожденную, естественную трезвость, надо сохранить. То есть информирование с одной стороны, плюс все-таки жестко администрирование с другой. Да, да, да. Вот это самое эффективное, когда доступность. Даже вот смеются, ну что дает, вот это 25 метров или 50 метров или 100 метров, да. На сегодняшний день уже у нас есть лусы, где по 800 метров. Намский лус. 800 метров приняли депутаты. Вот как они мудро поступают, да. А скоро намский лус может стать вообще... Сегодня намский лус, нам уже другие направления. Здравоохранение говорит, что у них низкая смертность. У них от внешних причин людей погибло, ну умирает меньше и так далее. Там чего-то совсем немного осталось точек по продаже в лусе. Два, да, две точки. Точки просто даже, да. И это намский лус, это первый лус, который будет полностью готов сейчас. Депутаты уже решение приняли. Осталось дело за Эльтюмен. И это будет первый лус. А это не получится, как финны будут? Ну как финны ездят в Санкт-Петербург? Не получится, что из намского будет? Мы должны понимать, да, вот все равно, что чем меньше, тем больше ограничений, тем больше контроля за нелегальной. Да, вот когда говорят, нам все время говорят, вы ограничили нелегальную продажу. Легальную. Легальную. А нелегальная растет. На самом деле... А вот приведите эту статистику, эту прямую зависимость. Да, прямая зависимость. Это тоже очень сильно изучено. Чем больше легальной продажи, тем больше нелегальной продажи. Казалось бы, да. А некоторые думают, что легальную продажу ограничили, а нелегальная вот так выросла. А все нормально. Такого не бывает. Почему? Потому что это и есть механизм спроса и предложений. Откуда появляются культурно пьющие, массово, да, массово? Это когда очень сильно развернута легальная продажа. Оттуда и появляются алкоголики. Однако мы не бьем в колокола, собственно говоря, когда происходят какие-то... Нет, мы бьем в колокола, когда происходят какие-то летальные ДТП, например, там, состояние алкогольного опьянения. Но гораздо больше общество будоражит, когда вот там, да, напился, отравился, грубо говоря. Что делается? Борьба какая-то все-таки происходит. Да, кстати, а есть ли обратная зависимость, когда меньше легальной продажи, меньше и нелегальной? Да, есть такое. Это, например, если сейчас поселок, да, поселок, если легальную закрыл, он сразу видит, где точки есть. Ну, естественно, да. Да, если с точками, вот, и мы знаем эти села, которые закрыли вот эти точки. Все, и поселок протрезвел. Вот это очень такой серьезный механизм работы, вот, по улучшению ситуации. Мне очень понравилось выражение, поселок протрезвел. Да. ЕГАИС, не могу не спросить, насколько успешна, вот, стадия, может быть, запуска, да, этой системы? Ну, на сегодня у нас в республике 97,23% подключены, эГАИС. В начале было, да, сложно, там, покупать оборудование, там, это, и подключение, и так далее. И Росалкогольорегулирование Хабаровской, да, с Хабаровска нам в начале, когда вот закон вступил в силу, были звонки, были письма, проверьте там, проверьте тут, но это было связано с, именно, технической стороной. Плохая интернет-связь, да, вовремя, ну, и по два, по три раза, ну, продавцы приходили, что пытались зарегистрировать, да. Ну, а так, я, например, лично ожидал, что, вот, как раз, эГАИС подключится, и все они легально выплывут. В общем, много проблем, да. Я на сегодняшний день не вижу, что там сильно, вот, что-то там такое сверхъестественное. Но зато это, но зато это обязательство для, ну, тех, 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 кто легально занимается, легально продаж. Сейчас, вот, Росалкогольрегулирование нам отправляет, сколько продано алкоголя в республике Саха-Ягудия. Я вижу, что здесь везде, вот, и крепкие изделия, шампанское, особенно, вот, на 14%, по сравнению с прошлым годом, сократилось. То есть, вниз пошла крема. Да, 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 видимо, да, вот, ну, влияет это все, коньяк, да, 12,4%. Вообще, если говорить, Матвей Иванович, о тенденциях, вот мы заговорили об этом, да, это касается, ну, если это Росалкогольрегулирование, то это касается всей страны, да? Нет, это вот конкретно наша республика. Вы по республике сказали, а что касается вообще всей страны? Совсем недавно по Первому каналу была программа, именно посвященная к тому, что вот Минэкономразвитие хочет снизить цену на водки, аксизы и так далее, к чему это приведет. И здесь привели статистику по алкоголю, снижение употребления алкоголя идет по всей России, по всей России. И здесь вот, ну, я недавно был в Сочи, международной конференции, опыт республики Саха-Якутия, конечно, они учитывают. И вот то, что мы делаем, оно как раз соответствует тем, той мировой практике, которая именно эффективна. Еще буквально пару слов, немножко времени остается. Арктика без алкоголя. Насколько это важно? Я в этом случае беру название Конгресса, как заявить проблематику самому. Вообще, чем севернее народ, тем больше оно страдает от алкоголя. И тут не надо обижаться нам, да? Мы все северяне, мы все Арктика. И чем больше народ, население живет севернее в холодном климате, тем больше разрушительная сила алкоголя для вот этих народностей. Поэтому не зря мы провели Конгресс Арктика без алкоголя. Приезжали большие специалисты. Мы сделали очень большой охват именно специалистов по социальной сфере, чтобы это знание, эти информации распространилось больше для населения. Здоровый образ жизни может заменить алкоголь? Буквально полный метод остается. Должен. Все ученые говорят о том, что с чем заменить, это занятие спортом, получать удовольствие, быть здоровым, быть позитивным. А эндорфины, собственно, те же самые. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. До свидания.